Начинаем принятие со смазки холста, с придания атмосферы общей. Мы советуем в теплой атмосфере делать. Допустим, охры. Можно делать, если вас тянет в холодную, сделать синенькую, фиолетовую, что-то еще. Вот эта подкладка имеет важнейшую вещь. То есть она очень важна. Мы ее как бы спрячем живописью, но она все равно будет видна. Вот я пробовал теми же красками делать два этюда, два небольших холста по фиолетовой подкладке и по охристой. Одними же красками. Вот они имеют две картины, я вот рисую, то ли розы, то ли пионы. Абсолютно разный результат. Одна холодная такая вот утренняя свежая работа, вторая теплая солнечная. То есть я к тому, что это очень важно. Так, это важный момент. Как делать подкладку? Сейчас я, возможно, зрителям покажу. Хорошо. Так, смотрим. Чтобы сделать, допустим, охристую вот такую подкладку. На такой 50 на 80 холст берем вот столечко охры и примерно столько же титановых белых. Охра-желтая? Желтая. Охра-желтая самая красивая. Золотистая только название красивое. На самом деле цвет не очень красивый. Да мне тоже. Охра-желтая. Есть светлая, там еще какая-то. Да-да-да. Все это выбрасываете. Свет должен быть, цвет вот этой смеси, не темнее кожи руки. Иначе уже будет сказываться на тональном решении картины. То есть уже будет тянуть в темную сторону. Вот примерно вот это вот. Так. Смешиваем здесь немножко масла, остальное разбавитель. Угу. Можно даже взять еще немножко разбавителя. Ну, чтобы вообще не мешало. Для начинающих полезно. Я-то справляюсь с маслом. Я знаю как, но для начинающих лучше чуть ли не одним разбавителем. И смазываем. Вот. Когда все это выветрится, вся эта история останется буквально... А, белил сюда. Добавляем? Да, я же добавил белил охра и немножко. Примерно столько же такое же количество белил. Да-да-да. Понятно. Вот если фильм выйдет, вы еще все это увидите. Угу. Все это у вас освежится. Угу. Понятно. В 5-10 минут, вся эта фигня выгитривается. Угу. 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 Без белил она будет очень, как бы, акварельный такой эффект создавать, она будет очень насыщенная. У нас же рядом будет краска ложиться с белилами, она будет, как бы, проигрывать в яркости очень сильным нашим вот таким ярким участком. То есть смесь белилов нужна, чтобы снять белил, это хроматик мощнейший, то есть он снимает насыщенность, чтобы сравнять шансы живописи и чтобы, видите, не соперничали друг с другом, Но ни в коем случае белил не должно быть много толстым слоем, иначе это невозможно будет навязать насыщенный темный цвет. Будет белил очень сильно сопротивляться. Можно вообще, кстати, вводить еще какие-то цвета, если какая-то есть композиция, допустим, здесь у Христа, тут, допустим, Марсом что-то проложить, либо красным, либо, наоборот, холодным чем-то. То есть, ну, в зависимости от задачи. Ну, мы по упрощенному пути идем, просто все, все красим. Пока вот здесь есть разбавитель, пока еще мажется. Сейчас быстренько ускорим феном. А, надо, чтобы не мазалось. Нет, можно сразу приступать. Она же выветривается за, ну, реально за несколько каких-то минут. Сейчас я просто, чтобы не ждать, сейчас так какую-нибудь просушу. Вот, смотрите, вот тут уже, ну, тут сейчас горячо, но тут уже даже не мажется. То есть, через несколько минут остается у нас несколько микрон, наверное, или, я не знаю, в чем-то, нанометров. На камеру покажу. Вот, остается буквально, вот, пудрочка даже не пачкает. И оно здесь у нас как, въелось в наш бархатистый грунт, осталось все. Его же отсюда не выцепишь никак, если только разбавителем. Уже никак, ни нож, ни кисть. Отсюда нашу, нашу, нашу желтую, вот эту имприматуру, наш фон, уже не подымет. Вот это, ничто не подымет, кроме разбавителя. Так, теперь. А это красиво очень. Это у нас был первый этап. Первый. Он очень важный, к нему нужно отнестись ответственно, чтобы вот у нас получился результат. Вот такой. Теперь, этап два. Рисунок. Как делается рисунок? Рисунок не делается ни от кружка, а рисунок. Ну, если карандашом, неважно чем. Можно кисть, только как привык. Мне нравится жесткий карандаш. Вот 10H, он оставляет тонкий след и не мажет краску. Не размазывается. А по бархатистому грунту он отлично рисует. Он очень хорошо, след можно растушевать, тени какие-то. Если что-то, вот, серьезный рисунок делать, такой выписанный, вот можно и полутени какие-то растушевать. Ну, то есть, нисходящая диагональ. И восходящая. И восходящая. Ну, допустим, сделаем сегодня восходящую диагональ. Вот это место не записываем. Это свет-то назначаем. Это мы сюда ничего не будем. Но он у нас светлый фон тут будет. Вот этот, красивый. И вот здесь не будем. Вот у нас основная гирлянда цветов будет по этому фону. Это дает нам направление картины, движение в картине и снимает статику. То есть, нам не нужен коврик, правильно? Нам нужна какая-то динамика. Живость такая. То есть, какая-то, да. Движение. Так. Зафигачим вот здесь, допустим, вот этот цветок. Ну, достаточно большой. Центральный, да. Определяемся с его центром и к нему рисуем не кружком, как некоторые, а просто контур. Очень произвольно, очень. Буквально безответственно. А я потом, вот это, Олег, безответственности, начинаешь писать. И едешь, и дальше, и дальше. То есть, себе надо сразу рамки поставить, чтобы не выплывать за рамки цветка. А, вам это... Я не к тому, что... У меня на увеличение идет. Не то, что безответственно и отнестись вот, как бы, ну, совсем к работе небрежно. А к тому, что вот эти вот листья, это и хорошо. Вот такая легкая, как бы, нелогичность, она и создает в цветах. Вот, как бы, вот здесь у меня рука дернулась. Глядишь, вот так, она, вот эта вот свобода в рисунке... Я поняла, не искусственность, а натуральность. Вот именно создает натуральность. То есть, буквально, вот берем какую-то... Да, природную натуральность. Вот берем вот здесь, вот тут, допустим, у нас центр. Вот, вот раз, раз, рука сама дерзается. Глядишь, в эти контуры войдет наш цветок, и он будет живым. Чем если мы его так вот начнем, обладить, засушивать его, засушивать. Все равно, вот этот рисунок, он потеряется за краской. Мы все равно в процессе работы будем его поправлять несколько раз. То есть, мы его вытянем в нужную сторону. Ну, походу, мы еще что-нибудь добавим. Пока, вот этого, в принципе, достаточно. Затрачено две минуты, даже, может, и меньше. Вот этого, по... Я не знаю, вот, по идее, ну, это я... Вы, может, еще не видите, здесь хаос для вас. Но у меня вот в голове, и вы, если бы это вырисовали... Это центральный... Ну, конечно, да, сам рисую. Вы это все почувствовали, все, у вас какая-то схема направления, то есть, директива какая-то есть уже, появилась основная. Ну, все, сейчас приступаем уже к третьему этапу, если, опять же, делить на этапы. То есть, к положению теней. Да, вот это мое. Вещь важнейшая. Важнейшая. Я заметил на мастер-классах, народ как-то безответственно относится, мажет, размазывает, грязь наводит. Так, смотрим. Так, теперь. Теперь, как устроена живопись Аллоприма. То есть, просто все до безобразия. Ну, не обязательно делать вот этот цветной подмалевок. Можно делать, можно не делать, но принцип такой. Найти правильно тени предметов, прописать их, наложить тени вот эти. Ну, касаемо нашего... Теневые сперва. Да. Если операция на эти цветы. Находим наши теневые. Допустим, в этом участке вот такой вот серо-фиолетовый такой вот. Подобрать вот этот цвет. Вот этот самый глубокий. Не вот этот, не вот этот, даже не так. Вот, ну, что-то среднее между этим и этим. В этом, на этом участке подобрать вот эти теплые, красные, такие вот, желтые. Сплошняком не оставлять место под цвета. Не оставлять. Можно не оставлять. Можно какие-то, если большие участки у нас светлого будет, можно оставить, не записывать тенью. Ну, можно тонко прописать вот эти вот полностью. Вот здесь, допустим, таким желтым охристом вот этот цвет взять. Под ложечку. Под ложечку. И прописать на весь вот этот участок. Ну, она чуть покраснее, но теоретически похожа уже. Она плотнее. Она темнее. Плотнее, потемнее немножко. Вот, допустим, на вот эти участки этого цветка мы берем вот этот, такой красно-фиолетовый цвет, достаточно ярко. И, что важно, делаем их, а, максимально тонко, и, б, стараемся обходиться без белья. Если нам нужно, допустим, что-то высветить, ну, допустим, вот эта вот зелень, зелень какую-то, мы стараемся, если она более-менее светлая, не за счет белья разбеливать ее, а высветлять светлыми красками. Такими, как кадми желтые, оранжевые, охра. Да, так вот еще вернусь. Смотрите, две важнейших вещи для подбора теней. Делаем их максимально подобными цветам к натуре, к нужной нам натуре, максимально плотно, но тонко. То есть, чтобы не прозрачно было, холост не прозрачный был, чтобы он покрывал цвет, но максимально тонко. И, естественно, стараемся без белья, то есть в напряженный полный цвет. Нам цвет должен нравиться еще на палитре. Цвета нам должны нравиться на палитре, чтобы не было грязи. Вы сразу должны чувствовать, что ваш цвет грязный, никакой на палитре. Откажитесь от него, сделайте более такой... Вот представьте, что вы ногти красите. Женщина должна понять, что... Женщины, знаете, лак выбирают, смотрят... Ну, это мы опускаем эту тему, это все мне понятно с этим. Понятно. Конечно. Я все поняла. Это я могу для зрителя, то, что... А, да, да, я забыла. Цвет должен нравиться еще на палитре. То есть не должно быть унылых, грязных оттенков. Они должны быть насы... Это не значит, что они должны быть яркие и прямо такие... Они должны быть изысканными. Изысканными, цветными. Должен быть цвет живописный, настоящий цвет. И по возможности избегаем зеленых и синих оттенков. Гасим их дополнительными цветами. Зеленым гасим синим, то есть красным цветом, красными красками. Синие немножко приглушаем оранжевыми. То есть синие и зеленые цвета, открытые в картине, они достаточно неживописны. Если особенно, если это большие локальные участки, стараемся их приглушить. Если... Но не обязательно все глушить. Какие-то участки можно зажечь и очень ярко, но небольшими, понимаете, чтобы показать... Что у нас палитра все-таки широкая, что у нас есть, присутствует и зеленый насыщенный, и синий. Но когда большой участок, допустим, зелени, ее нужно гасить обязательно. Обязательно. Вот это проанализируйте хорошую живопись, зеленую, локального цвета, больших участков вы не увидите. Так, вот берем вот это у нас, допустим, основной наш цветок. Тонко, но плотно. Смотрите, да, я с разбавителем, тонко, но плотно, я еще это выберу, если мешать. Понимаете, просто приложу... Поняла, я так делаю, я все увидела. Я же смотрю постоянно, все детали. Самые темные у нас, вот, вымазываем где-то, просто осталась хорошая краска для гармоничности, просто вымазываем. Он не должен там в точь, в точь, примерно повторять. Все равно, но это трудно. Процентов 70-80, 90, если попали в этот цвет, уже хорошо. Конечно, без них трудно обойтись. Вот, особенно в теневые, вот в такие плотные, стараемся без белья. Вот эту зелень мы будем брать без белья. Смотрите, достаточно примерных. Вот, ну, то есть, цвета такие красивые, не знаю, как к вам, но... Красивые. Вот это красиво. Они, каждый имеется... Грязи здесь пока что нет. То есть, они вот цветные, такие вот, наши теневые. На них уже будем грамотно накладывать цветы. Так, сейчас вот эти фиолетовые. Вот, видите, мы уже и рисунок потеряли. Потеряли. Ну, примерно я вот так вот... Да, да. Очень. Смотрите, зачем было тратить время? Нам нужно было очень грубо вот это. Это, повторюсь, нам здесь, это же природа, она вся вот такая хаотичная. Но я к тому, что по-грамотному. Забиваются все, все тени на картине. Все решаются, прокладываются все основные массы теневые. И картина на этом этапе достаточно темная должна быть. Этого не нужно бояться. Так должно и должно быть. Картина маслом пишется от темного к светлому. То есть, все вот эти теневые участки мы прокладываем в свет. Сначала такой полутень, потом свет и так далее. Вплоть до бликов. То есть, идет работа на насветление, на насветление. То есть, не нужно бояться темноты в картине. Вот это ваша ошибка? Вот это. Особенно если пишешь на белом холсте, вот эти вот тени. Кажется, сразу кладешь мазок, вроде, кажется, блин, он же очень темный. И начинаешь высветлять его немножко, а потом, когда все забивается, тонально не хватает темности. Вот это у всех начинаю сейчас. И получается фигня. Да, а темное вообще очень плохо, оно неорганично. Когда темное навязываешь, оно неорганично кладется. Вот почему-то. Светлое органично кладется светлые, то есть, световые участки. Они как бы... А потому что светлое связывает разные места, а темное рвет. Может быть, да. Да, вот и поэтому. Да, в масле органично, когда светлое ложится на темное. Так, ну, допустим, покажу этот цветок. Берем какую-нибудь растушевочку, снимаем нашу... Вот растушевочка, обычная строительная кисть на палке у меня. Вот я там показывал, за 12 рублей вот эта щетинка. Так. Снимаем немножко напряжение, но грязь... Боимся грязи. И забываю вытирать. То есть, я вытираю, вытираю, потом ой, забыл. Вот. Но это придет быстро. Вот, смотрите, чтобы не было грязи. Вот, рассираем немножко, снимаем напряжение мазков. Мы не понимаем, ни к чему. И выбираем, если лишнее. Вот я торопился, наложил много краски. Уже многовато. Многовато. И на глаз многовато. Ну и тряпочек сейчас мы их съедим. Осталось достаточно тонкое. Тоже можно еще немножко следы от тряпки немного смягчить. Вот. И сюда, вот на этот наш, на нашу тень, ложить цвета. Ничего страшного. Так, можно разбавить белила. Но можно, а нужно смягчить, чтобы они были мягкими. То есть, жизненькими такими буквально до такого вот хлюпания, такого почти вот сметаны, чтобы они прозрачно ложились. И не тратить время все время на разбавление вот это, чтобы не дергаться постоянно. И уже с белилами, без белил, конечно, никуда, начинаем искать лепесточки. Мы сейчас вот, вот то, что вот эти вот. И эти. Нам, конечно, выгоднее сначала вот большие. Вообще, наверное, с краю, чтобы ограничить форму. Да, 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 все правильно. Это я просто примерно показываю, подбираюсь. Смотрите, сначала они должны быть вот такие, немножко полутеневые. Мы имеем в виду, куда сходятся. Вот у нас точка схода, она не прописана, но мы должны иметь ее в виду. Она где-то вот здесь. И мы должны вести от конца лепесточка, как бы скругляясь, имея в виду, куда он должен. Как бы накладывая один на другой, как они в первую жизнь идут. Да, да, да. Куда он там, откуда он вылез. Вот такими вот сначала вот это вот. И самый важный момент, что практически каждый второй... Чтобы не замылить середину при этом. И середину, и вот эту тень, нашу предварительную работу. То есть, под каждым же лепесточком у нас тень должна остаться. Да, она должна остаться. То есть, вот здесь, видите, вот осталось. Вот, вот осталось. Не полностью чуть-чуть все это быстренько замазать, а слегка вот, вот, под каждым лепесточком что-то должно остаться. Так, ну все, пока этот оставим. Сейчас найдем какой-нибудь белый цветочек. Вот, допустим, вот этот. Вот, красавица. Мы определяемся. Внутри у нас такое вот... Что-то вот... Буквально вот так вот. Можно даже коричневого с лимоном. Положили участок, оставили. Может, еще где-нибудь смотрим. Да, кстати, нам выгодно еще вот. Вон те-то верхние, там, что-то попрохладнее поднимет. Сейчас же, как бы. Сейчас провожу. Некто. Нужно сильно осмотреться. Все равно это... Ну, да, да, конечно. Нам надо, чтобы оно все связалось и красиво было. Вот. Так, мы какой-нибудь нам беленький должен быть повторен. Можно либо сюда, либо... Обязательно. У нас именно цвета в этом позиции. Потом надо, чтобы кто-то нам один нашел, один на другой. Потому что всегда у меня получается в итоге. Тыркаешься, и когда один на другой находит, они приклеены. Аппликация. Как блины. А они должны быть сам по себе дышать. Все правильно. Вот. Заслонять, а не приклеиться. Вот этот вот момент. Так, я вот белый для пары вот сюда пущу. Ага. И какой-нибудь намек будет вот здесь. Остальные будут, допустим, розовы. Ну, походу, будет, станет ясно. Да. Так. Рефлексов пускаем. Ну, это на втором этапе можно рефлексов. Все в живописи живет за счет рефлексов. Все перекликается, все завязано друг на друга. Особенно светлые предметы максимально восприимчивы к рефлексам. На них они очень сказываются. Темные предметы к рефлексам не очень восприимчивы. Но если темные, совсем темные. Он же очень темный. И тот-то съест, поглотит, и рефлекс не будет. Нет, темный осветляется за счет светлого. Он не воспринимает особо... Когда он в соседстве со светлым. Да, да, он воспринимает. Это можно... Ну, это такие тонкости. Ну, да. Это уже можно их оставить на второй этап. Угу. Здесь. Не боимся зелени светлая. И фон куда-нибудь. Да, правильно. Красотичный. Да, да, да. Что-то вот раз... Вот буквально вытираем. Угу. Смотрите, мазок у нас получается. Мы ведь смазали наш хвост. Даже где-то вот и останется, уже не будет... Не белый останется. Да, не белый. Он не будет кричать. Он органично. Это такой воздушный мазок у нас получается, дышащий. Если он и останется, и бог с ним, он мешать не будет. То есть не надо вот нарочито этим пользоваться. Все забивается такой. Будет не очень красиво. Но если где-то участками осталось... То есть не забываем, пока не цепляем белье. Работаем на светлых красках. Так, а этому подкладку дадим... А я лесом белила. Вот и погонила. Да, но они унылыми становятся такими. Такой вот плотный. Не боимся этой темноты. Ни в коем случае не боимся. Вот подойдет цветок. Вот, смотрите, внутрь. Вот теневая вот эта вот такая плотная. Можно зелененького захватить какого-нибудь. Той же травяной, но в смесях прекрасная красная. Так, а вот сюда, внутри, вот уже теплое такое. Вот теневая, чувствуете? Внутри у нее. Красная. Да, красная с оранжевым. Вот плотный, без белил. Вместо белила у нас тут оранжевый сработал. Вот только такой будет звучать. Вот сейчас, ну, понимаете, что будет, если я капельку берил сюда в носу. Будет фигня полнейшая. Так, вот здесь мы вносим теневую вот эту. Смотрите, как грубо, смело сохраняйте энергию в картине на первом этапе. Не очень думайте, не бойтесь ошибаться. То есть делайте энергично все. Сумбурно немножко объясняю, но вы понимаете. Энергия всегда должна остаться. Вот такая вот, она останется, она чувствуется. Чтобы к завершающему этапу эту энергию не замазать, чтобы она к нолю не съехала. Самое главное, вот еще, для начинающих, для всех, вот повторяюсь, не затирать. Стараясь, вот у меня прям дергается все здесь этот мольбер. Стараемся плотно, мощно и не затереть. Не затереть. Затираем, он превращается в уныло такое, особенно если смешивается с соседями, грязь становится. А когда он проложен энергично и в один раз, он живым остается. У него есть мазки, неперемешанность, микро такие вот, понимаете. Ну вот смотрите, сколько здесь. Я вижу и живу. Да, да, да. Вот живость, жизнь остается. Да, да. А начинаешь затирать, ты тратишь время и портишь. Портишь. Горчить. Вот такой парадокс. Начинающему кажется, что картине нужно уделить, чем больше усилий приложишь, тем она лучше будет. Нет, наоборот, картина должна быть написана легко. Просто. А то у нас кадры светлые, тоже ее сберем. Смотрите, как. Ну, красивые. Активные пятна, они обязательно должны где-то перекликаться. Если вот одно ее оставить, будет не очень красиво. Нужно для равновесия небольшое что-то вот. Это и бред. Так. Тут у нас... Ты не понимаешь, да? Так. Чтобы подчеркнуть теплоту картины, нам нужно прохладность внести. Вот мы фон сделаем прохладным. Такой фиолетовый какой-нибудь. Попробуем. Так. Да, вот фиолетовый, хорошо. То есть, без холодного участка это теплое не будет. Оно будет такое, ну, какое-то вот теплое, но нам-то нужно комертон, точку опоры от чего. Тут тоже белилы есть, конечно, без них никуда. Так. Охры. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Вот, это ж живо. Так. Опять же, не затираем, стараемся сильно вдавить, чтобы она все-таки закрыла наши поры. Ну, не так, чтобы... Вот, смотрите, вот я потёр участок, затёр. Посмотрите, он такой никакой в сравнении с вот этими живыми. Чувствуете? Да, конечно. Да. Вот тут затёртое, вот оно становится такое монотонное. А живые вот эти... Скука. Да, скука. А вот мазух, который в один приём, вот он проложен, в нём энергия, жизнь, сила. Конечно, мы здесь ещё поправим и залезем, и мы стихием, и всё. Да. Но на данном этапе всё должно быть вот так. Быстро, энергично. Но при этом сейчас надо обязательно сюда сказать, что такое культура мазка. Да, да, да. Культура укладки. Важнейшая вещь. Живопись маслом, она одновременно... Чем отличается от акварели, от чего-то ещё? Она одновременно ещё и скульптура, барельеф. То есть вот эти вот все вкусности... Вкусности вот такие вот, мазюканье вот этих вот... Сейчас попробую поневерать цвет. Вот. Непротёртости вот эти. Когда мазок, светлые мазки, когда они плотные такие, понимаете? Вот это всё и есть культура мазка. Когда мы начинаем всё вот это затирать, начинающие начинают затирать, появляется а. грязь, б. унылость. Тут ещё что, ещё важно. Вот, кстати, наш фактурный холст, он будет играть нам на... Очень помогать фактуру, да. Это тоже нам плюс в культуру укладки. Краску не жалеем. Начинаем жалеть краску. Две проблемы, получается, если начинаем жалеть. Во-первых, не получаем удовольствие от живописи. Ну, это боксинг, если удовольствие от живописи. Но главный результат, у нас картина будет вымочена. Мы потратим лишних, ну, там, 300-500 рублей на эту краску. Да, 500 вряд ли. 300, может, я не знаю, не считанка, но, может, 300 рублей больше уйдёт краски. Живописность появляется только тогда, когда вот краску эту не жалеешь. Когда там... Ну, конечно, до разумного предела нужно вываливать. Вот почувствовали что-то? Вот можно... Вот здесь вот цвет такой приятный. Такая вот... Так, это тоже не мочим. Работаем на интуицию. Прямых путей нету таких вот прямых столбовых дорог. Я не знаю, может, у кого-то и есть они? Там что-то... А это неинтересно. Это неинтересно. Работаем, да. Вот это и, как сказать, это и хорошо удовольствие приносит, когда вот так вот работаешь на интуиции, что-то всё время ищешь. Но в то же время это, конечно, недостаток такой же, потому что не всегда удаётся. Но они должны куда... Ну, ожидаешь ты чего-то, а вдруг уже. Я тут уже начинаю... Это набор случайностей. Очень большая случайность. Какие-то наши поиски, поиски. Это как каридоскоп, знаете, вот этот детский. Да, да, да. Ты не знаешь, что сегодня у тебя получится в этот данный момент с набором этого настроения, этих красок, этих случайностей. У тебя к вечеру получится совершенно... Такая интересная... Новая картина, абсолютно новая. Мне вот заказывают копию картины, как бы я ни старался, всё равно она будет другая. Она всё равно... Нет, ну, я не к тому, что... Ну, она другая будет, конечно. Она будет всё равно абсолютно другая. Ставишь, смотришь. Лучше, хуже, неважно, но она другая. Другая. Работаем пока с щетиной. Тут на вот этом этапе работаем старыми, списанными обычными кистями, которые в тираж вышли. Щетина чем хороша? Она может проложить тонко. Ты на неё давишь, и она тонко кладёт. Ну, синтетика, потому что она мягкая. Ты возьмёшь эту краску, ну, той же консистенции, она проложит чуть ли не в миллиметр толщиной, потому что она мягкая. А щетина, особенно стёртая щетина, она кладёт... Залазим на соседние обязательно, иначе, если не залазят, останутся между ними такие вот полосы, с которыми их придётся ликвидировать. Отдельно, и получится обрисованность. Обрисованность какая-то. Она смело накладывается. Она надо вписать. Вписать. Краску вплавить друг другу. Да, да, да. Так, всё, на данном этапе уже можно подснимать лишнюю, особенно в тёмных местах, краску. Угу. Вот так вот. Можно выбрать тряпку. Это у нас осталось в этом грунте? Угу. Решать мне не нужно. Если затираем, всегда, вот это закон, если затираем ножом, пустихином, всегда от светлого на тёмное, вот от грунта, тогда красиво ложится. Если наоборот, тёмное закидываем, получается... Звучит. Продолжение следует. Продолжение следует. Развучит.